15-летняя девочка ушла в школу и не вернулась. Школьницу искали всю ночь сотрудники полиции, МЧС и волонтёры. Вместе со всеми искал и Сергей Смоленинов. Давайте, пока без комитета. Девочка вышла из дома накануне в 8 утра, но вместо школы направилась в сторону микрорайона Комушка. Это выяснится уже потом, когда на поезде соберутся десятки людей. Маршрут пропавшей отследили по камерам наблюдения и поздно вечером у торгового центра «Два кита» разбили штаб поиска. В данный момент люди совместно с сотрудниками полиции отправляются на поиски в район Комушки. Основная задача – попробовать опросить местных жителей и найти камеры наружного наблюдения, чтобы в том случае, если сегодня дверь не откроют, завтра изъять видеозаписи и попробовать найти ребёнка. Люди в гору пошли. Человек 50 примерно. И волонтёры, и полиция, по последним данным, могла туда уйти. Ждём отряды, которые уже были здесь. Поисковые работают, проводятся по лесу, на вышке. Надеемся до результата. Мама девочки заподозрила неладное ещё в обед. Школьница не выходила на связь. Она забыла дома телефон, хотя обычно с ним не расстаётся. К вечеру появилась ориентировка. За пару часов информация разошлась через мессенджер и социальные сети по всему городу. Синята хорошие. Она и танцами, и всё занимается. Никому она ничего не говорила, неподозрительного ничего не было. Единственное, мама говорит, что на последнее время почему-то говорила, что в лес она хочет. Волонтёры прочесывали местность, пытаясь найти зацепку. Осматривали овраги, колодцы, ямы. Часть добровольцев вернулась в район школы. Там проверили строящиеся здания и гаражи с подвалами. Полицейские подключили собак. Кто-нибудь что-нибудь видел? Сколько ещё планируют ходить так по дворам? Пока не найдём. Совещание прошло. Часть ушла в сторону 120-го, по-моему, форму. Куда и часть. Прозвучало, что на сегодня свернуться. Потому что темно, там опасно распускаться. Поиски продолжались до глубокой ночи. У многих разрядились телефоны и фонарики. Из-за темноты решили возобновить работу на рассвете. Но не пришлось. Девочка сама вернулась домой. Сергей Смоленинов, Борис Бальчинов, телекомпания «Аригус». Развязка громкой истории наступила сегодня утром. Но причины, случившиеся до сих пор, не ясны. Главные версии громкого исчезновения у Никиты Коробенкова. Самая долгая ночь в жизни родителей пропавшей девочки наконец закончилась. За 20 часов поисков родственники полицейские волонтёры найти её не смогли. А сегодня утром девочка сама пришла домой. Всю ночь шла по лесу. Спасибо большое всем, кто откликнулся. Очень сильно болят ноги. Ноги отморозило, видимо. Вот сейчас приехала скорая помощь. Пальцы аж почернели у ребёнка. Очень сильно замёрзло. Её сейчас осматривают врачи. Спасибо ещё раз огромное всем. Спасибо. Где всё это время была девочка, родители пока никак не прокомментировали. Но, судя по всему, одной из версий является похищение. Приняйте, пожалуйста, со скорой помощи избитая девочка. Два человека. Один говорит русский, вроде второй человек. Понятно, сделки не спиной, но они знают. Не, а докладники говорили, что это такой челлендж был. Челлендж. Предложение совершить какое-то действие на спор. 24 часа быть не дома. А это уже другая версия. Суть акции в том, чтобы сутки быть где угодно, только не дома и никого об этом не предупреждать. Как правило, подобные вызовы совершаются при помощи соцсетей. О нездоровых активностях подростков и всемирной паутине известно многим. Поэтому эту версию учителя девочки отметают сразу. Она у нас отличница. Участвует во всех соревнованиях. Посещает она вот эти больные танцы. Девочки нигде, ни в каких сетях не зарегистрированы. Ни в каких группах, по нашим данным. На данный момент девочка находится в БСМП, о ее состоянии пока ничего не сообщается. Следователи и сотрудники ПДН уже опросили подростка. Ждем комментарий от правоохранительных органов. Никита Коробенков, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус».